всем привет на связи культурный центр порт и это седьмой выпуск онлайн модификации нашего культурно-просветительского проекта волшебная гора в рамках которого мы рассказываем о самых знаковых музыкантах сургута общаемся с ними и вспоминаем фрагменты их лучших выступлений в порту сегодня речь пойдет об одной из самых интересных музыкальных групп сургута эпохи десятых годов группе the living stones пожалуй единственный заметный коллектив сургута играющий инструментальную музыку просуществовал не так долго с 2015 по 2018 годы тем не менее за этот промежуток парни успели наделать много шума они записали три альбома далее ряд мощных концертов на самых разных площадках успели обрасти поклонницами и даже мемами несколько раз кардинально меняли стиль звучания и не кардинально меняли состав за период существования в общей сложности через группу прошло шесть музыкантов и сегодня мы поговорим со всеми из них и они расскажут про историю the living stones владислав паршин перкуссия игорь мандрыко гитара максим грязнов гитара данила карпенко бас антон луценко барабаны ну а шестой участник гитарист артем бровенко к сожалению так и не вышел с нами на связь тем не менее как мне кажется у нас получился достаточно интересный и емкий документальный фильм о группе который мы естественно снабдили фрагментами лучших выступлений the living stones в порту как фрагментов концертов так и участие в группы в таких проектах как видеоинсталляция музыка нас связала и живое кино в рамках которого ребята озвучивали художественный фильм испытания мы посмотрим только фрагмент а полностью весь фильм саундтреком от the living stones вы можете увидеть на нашем канале youtube равно как и в полной видео версии других концертов группы ссылочки на все эти видео будут в описании к этому ролику ну а я думаю нам пора начинать поехали мы с владом паршиным были так сказать основателями потому что мы вдвоем до этого и собирались мы играли периодически в каких-то небольших заведениях или на мероприятиях где я был на гитаре он был на своем африканском барабане джембер ну и я пел момент у игоря влада была группа под названием living stone и эти ребята играли камера на группу сплин да или но из mc ну с ладом я достаточно давно был знаком мы с ним начали общаться с трудом припоминаю по моему встретил его он играл на улице я его встретил и мы взяли инструменты походили так вот поиграли какие-то там деньги даже заработали было летом был дождь я помню было жарко прям душно после этого мы с ним как-то начали общаться играть даже какое-то время работали вместе в веджин баре в пятнадцатом году я игорь влад работали в таком заведении под названием в джембар и собственно так с этими ребятами мы познакомились это произошло в веджин баре когда мы случайным образом собрались и просто заджимили когда я работал в этом баре к нам пришел один парень которого я знал ну не очень хорошо но знал как его зовут и наш разговор завязался о музыке мы начали разговаривать разных там звучаниях тому подобное и поняли что наши вкусы немного сходятся и мне как-то артем сказал слушай максим я хочу играть пост-рок и на тот момент мне эта идея очень даже понравилась я подумал почему бы и нет давай соберемся как-нибудь и он сказал да давай через какое-то время мы собрались с артемом и к нам неожиданно подсоединились влад и игорь в веджин баре периодически собирались какие-то музыкальные тусовки и на одну из тусовок пришел максим грязнов и на одной из тусовок пришел поиграть на гитаре артем бровенко он там классно играл на гитаре и собственно мы начали что-то джиме это у нас что-то получалось то есть я пришел со своей примочкой да где там было космическое звучание как некоторые говорят и для нас это показалось достаточно необычным эксперимента не пройдем и после после рабочего дня после всех выступлений решили немножко полобать полобали и у нас от получилось самой первой песни причем максимально спонтанной на импровизации которая назвалась до юниверс вселенная очень космическая штука получилась каким-то таким вот интересным я сказал ребятам что блин это прикольно здесь есть какой-то такой драйв прикольный интересный очень своеобразный первую тему мы назвали за юниверс вселенная ну что музыка была такая пост-рок такая типа космическая и кто-то из парней предложил найти вас гитариста мы подумали ну почему бы и нет и к нам пришел данила карпенко сначала познакомился с одним из участников это был хотем парленко мы с ним пытались еще до лингстон соиграть и после он уже пригласил меня в саму группу я пришел последний на тот момент у них просто не было человека который мог бы играть к басу честно данила карпенко не умел играть на бас-гитаре но какая-то база у него была то есть данил карпенко со временем начал изучать так сказать наш материал до начал изучать материал в целом как играть на бас-гитаре и этот парень достаточно хорошо так сказать зашел в нашу группу я пришел мы по репетирую несколько раз какие-то там простецкие темы сделали и пошли сразу выступать через пару дней предложил ребятам выступить на одно мероприятие типа квартирник спортивном клубе и поехали туда и выступили на следующий день наше первое выступление прошло в одном из заведения города сургута в парни точно не помню название этого паба но мы за один вечер создали три композиции и тогда людям которые сидели в этом пабе им всем понравился наш эксперимент собственно мы начали немного его уже развивать мы чуть ли не каждый вечер не каждую ночь сидели до утра и и репетировали наши композиции после этого мы договорились с владельцами вот вечер бара что мы там будем немного репетировать там была какая-то такая приятная большая колонка можно было подключиться и играть там иногда собственно так и родился альбом за юниверс с девятью композициями то импровизировали 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 до импровизировались до того что мы оказались там даже на на радио в прямом эфире и выпустили альбом альбом и альбом 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 да Субтитры сделал DimaTorzok 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 И сейчас его вроде как это здание вообще снесли Мы начали искать репточку Мы нашли ее в гараже У наших знакомых Пошли туда И там нас как раз встретил Антон Луценко В какой-то момент к нам пришла группа Living Stones Они начали играть Мне очень понравилась их музыка Но не хватало барабанов Я в шутку сел за барабаны Чтобы им подыграть Музыка зазвучала по-другому Добавился драйв, добавилось что-то новое В общем, с барабанами, по-моему, намного прикольнее это все выглядело Нам понравилось Это было достаточно необычно Экспериментально, как мы любили экспериментировать с музыкой Он нас послушал и как бы предложил поиграть с нами Кажется, ему было интересно Так он и попал в наш коллектив А до этого у ребят барабанов не было И у них было только джамбе И на первом их альбоме можно услышать Что музыка больше похожа на что-то этническое Либо релаксационное такая Музыка для ее не какая-то После того, как я начал с ними играть на барабанах Музыка совершенно изменилась Ну и немножко изменилась, кстати, стилистика музыки Да, это стало потяжелее С именно акустической установки Вместе с барабанщиком он сменился И немножко стиль музыки Конечно, у того африканского барабанщика Джамбе был, наверное, свой шар И мне нравилось Но нормальная, полноценная барабанная установка Звучала как-то более к месту Потом, когда вернулся Влад из армии Музыка уже изменилась кардинально Уже были практически все треки записаны Не записаны, придуманы барабанные партии После этого он пришел на репетицию Посмотрел и понял, что уже барабанщик как бы есть Потому что место барабанщика было, во-первых, занято Был вариант играть на клавишах Я не против клавиш, это прикольная идея Но ребята, они смотрели на это как на коммерцию Они смотрели на это как на творчество А я хотел двигаться и учиться зарабатывать деньги на музыке Я хотел связать с этим жизнь И если я буду просто заниматься творчеством То это не принесет мне хлеба Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА